Слушай, я тут подумала, у них же всякие поребрики, ларьки, виадуки, булочные. А может быть и по информационной безопасности какая-то своя терминология? А, уже снимаем? Сегодня 28 ноября и в Санкт-Петербурге стартовал финал второго всероссийского... Сегодня 28 ноября и в Санкт-Петербурге стартовал финал второго всероссийского кейс-чемпионата по информационной безопасности. Молодые, пока еще не специалисты, под опытным взглядом и бэшников попробуют на зуб реальные кейсы, чтобы узнать, кто же из них лучший. Репортаж прямо с места событий, с этой панели, возле этой парадной для вас ведет команда Без ТВ и я, Тамара Никифорова. Рады сообщить, что самым активным зрителем по итогам прошлого репортажа стал пользователь, назвавшийся Михаилом Медведевым. Поздравляем! И сегодня для вас мы подготовили новый конкурс и новые призы. Подробности вы найдете в описании к этому видео. Ну что ж, поехали, отправляемся в самый эпицентр соревнований. Местным событием стал один из самых высокотехнологичных вузов Питера, университет ИТМО. Здесь учатся на специалистов по информационной безопасности и некоторые из участников кейс-чемпионата. Но от родных стен сегодня помощи мало. Ведь побороться за главные призы, а это обучение на курсах по информационной безопасности, посещение закрытого мастер-класса с ИП-звездами, а также участие в отраслевых конференциях, приехали команды из многих городов России. Волгограда, Омска, Челябинска, ну и, конечно, обеих столиц нашей страны. В первом отборочном туре свои силы попробовали 101 команда. До финала же дошли только 12. И эти молодые люди – будущий цвет ИБ-отрасли. От победы финалистов отделяет всего одно испытание – непростой кейс, на решение которого дается всего менее часа. Смоделированная организаторами ситуация настолько заковыристая, что, кажется, такого в реальной жизни быть не может. Однако организаторы, составляя эти кейсы, опирались исключительно только на реальные случаи, с которыми они сталкивались, работая в крупнейших компаниях специалистами по информационной безопасности. С идеей организации подобного мероприятия к нам обратились студенты университета ИТМО. Ребята хотели добавить в процесс своего обучения элементы бизнес-образования и повышать свою квалификацию на основе опыта действующих руководителей подразделений информационной безопасности. Мы собрали сильный состав членов жюри. Это действующие руководители подразделений информационной безопасности в своих компаниях. Мы очень рады тому, что они приняли наше приглашение и поддержали. В этом году кейс-чемпионат, как мы уже говорили, проходит второй раз. И его организатором снова выступило сообщество специалистов по информационной безопасности «Риск», штаб-квартира которого находится здесь, в Санкт-Петербурге. И в чем же секрет популярности мероприятия? С молодежью все ясно. Тут и азарт, и стремление показать себя, а также испытать практикой полученные в УЗИ знания. Но не стоит забывать и про возможность блеснуть своими умениями перед бдительным оком опытных ибэшников. Они находятся здесь в статусе организаторов и членов жюри. Ну а чем же интересно мероприятие уже состоявшимся специалистам? Посидеть в жюри и посмотреть, как молодые будущие специалисты покажут себя, посмотреть их уровень знаний. Потому что раньше, лет 10 назад он был один, мы еще меньше были готовы к пониманию IT. Мы понимали изгнательные требования, там всевозможные какие-то аспекты организационные, больше организационные. То нынешние абсолютно не больше, мне кажется, технически грамотные. И в общем-то они ближе к IT-технологиям, что тоже немаловажно. Когда специалист по безопасности, он на одном языке говорит с IT-подразделением. Была пара команд, я бы сказал две, может быть три команды. Ребята, которые действительно пытались положить некие мысли, а не просто взять стандартные слова, нормативку, то, что написано в ISO 27001, которые пытались это применить к реальной ситуации. И мне кажется, у них здорово вышло. Да, я думаю, что ребят с таким мышлением, я бы вполне собеседовал к себе на работу. Итак, подведены итоги и определены победители. Победителем второго всероссийского кейс-чемпионата по информационной безопасности стала команда «Тим Волк» из Санкт-Петербурга. Мы желаем ребятам дальнейших грандиозных успехов и в учебе, и в бою. Ребят, расскажите, пожалуйста, участвовали ли вы в прошлом году в кейс-чемпионате? В прошлом году мы, к сожалению, оказались слишком маленькими для участия в кейс-чемпионате, но все равно мы пришли на него в качестве зрителей, так сказать, работали на вырост, чтобы в этом году уже выиграть. Как видите, это помогло. Если в прошлом году был упор на очень узкую ситуацию, сейчас было необходимо рассмотреть ситуацию в комплексе, в совокупности. То есть задание было гораздо шире и требовало более серьезного рассмотрения. Мы обучаемся в университете ИТМО, третий курс, и мы получаем очень много теоретических аспектов информационной безопасности. В УЗИ дают теорию, а практику специалистам получить негде. И подобные мероприятия – это отличный шаг в развитии молодого специалиста. Соревнования позади, но каждый из присутствующих понимает, что здесь, как нигде, еще важнее не победа, а участие. Ведь для молодых специалистов это тот редкий случай, когда можно воочию увидеть настоящих гуру информационной безопасности, тех, на кого нужно равняться. А для состоявшихся специалистов крайне интересно поделиться своим опытом, а также присмотреться подающим наибольшие надежды ребятам. И на этом мы завершаем наш репортаж из Паребрик-Сити. Интервью с участниками мероприятий в эфире канала Бистовы в самое ближайшее время. Ну а для вас работала команда Бистовы и я, Тамара Никифорова. С вас большие пальцы и комментарии, с нас новые репортажи и призы самым активным зрителям. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями мира информационной безопасности. До встречи! И не забывайте ставить свои лайки. Ну что, за шавермой? Спасибо. 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 Спасибо.